На протягу месяца супрацовники ДАИ проводят измостненную отпрацовку нерегулируемых пешеходных переходов в раннешние и вечерние годины. Однако, не глядяши на это, статистика ДТЗ у РГИО не застаётся сумной. Только в листопаде у них загинули 9 человек. Тему протягнуть наши корреспонденты. Вечер пятницы патрульная машина отправляется в уже обычный рейд по Гомельским районе. Ситуации, на которые они звертают увагу, бывают разные. Это люди, которые перебегают дорогу в неналежном месте. Нецвярозы, велосипедисты, пешеходы без фликеров. Те, как в этом случае. Формально, катафоты на велосипеде есть. Однако светло у темрой и они не отбивают. По дороге нельзя вам тоже ехать? Да я здесь, в узле школы, по краю проехал. В этот раз всё обойшлося доброе. Однако, так бывает не за усёды. Например, 26 листопада Калядовска водитель сбил двух пешеходов. 64-х и 33-х годов. Якие, будучи у нецвярозом стане, переходили дорогу в неустановленном месте, где того же не имели фликеров. С травмами после ДТЗ их шпитализовали. Однако, виноватыми в ударениях бывают не только пешеходы. Одна из основных причин – непредоставление водителям переваги у руху пешеходам, особливо у тёмного часа суток. У зимового переда это особливо небоспечно, потому что на дворе тормозный шлях повеличивается. Треба загадясь снижать худкость и тормозить. Если автомобиль не пропустит пешеходы, то водитель может отримать попереджение, або штраф от одной до пяти базовых величин. До административной отказности за это, сёлята, было притягнуто больше за 8 с половой тысяч кировцев. Хотелось бы, конечно, обратиться к пешим участникам дорожного движения. При переходе проезжей части в первую очередь нужно обезопасить себя, убедиться в безопасности перехода проезжей части, посмотреть налево, направо, убедиться в том, что транспортные средства уступают дорогу. Что касательно водителей транспортных средств, при проезде пешеходных переходов и в целом перекрёстках проявлять повышенное внимание, держать скорость движения такую, чтобы можно было в любой момент снизить скорость вплоть до полной остановки. В листопаде у Гомельской области отбылось 28 ДТЗ с уделом пешеходов, по яких загинуло 9 человек, 20 отримали травмы. Снежин ситуацию не изменил. 12 наездов на пешеходов, 2 человека загинули, 12 поранены. Гана Крайчук, Валера Хапаньконта или Радо, компания Гомель.